всем привет привет вы на канале урал спецтранс вытащила наконец-таки константина в дождь холод давай рассказывай про кран 50 тонны но на самом деле алексей должен был рассказывать про этот канал но он отказался но он делегировал полномочия мне поэтому но перед этим он да дал ценные указания дал рекламный буклет но его потерял поэтому буду рассказывать то что я запомнил в общем автокран таких автокранов мы не часто видим у себя на площадке это 50 тонник челябинец на стреле у него написано серия плюс то есть это вышла у них линейка обновленная в прошлом году то есть они обновили ли не свой модельный ряд то есть серия плюс у них появилась не только на этой модели то есть и на своих 25 тонниках и на 32 тонниках по моему никто же вышла серия плюс то есть она отличается ну другим конструктивом немножко то есть где-то залезали старые раны изменили маленькой конструкцию убрали те недостатки на которые жаловались клиенты ну вот получилась серия плюс значит про этот автокран буду рассказывать то что я помню из рекламного буклета да ночью не вспомнил уж как бы не обессудьте я думаю что по техническим особенностям на этот автокран можно много чего прочитать если забить его модификацию кс-65 717 именно у этого крана значит интересно выполнен опорный контур то здесь просто огромный опорный контур причем он реализован интересным способом то есть отсюда посмотреть у нас передние опоры они шарнирные и выдвижные то есть первое то есть опора поворачивается поворачивается на гидроцилиндром то есть она не ручной привод имеет гидравлический и следующий момент она значит опора имеет возможность все телескопироваться то есть связи с этим вариантов опорных контуров несколько то есть может кран работать с не полностью выдвинутыми опорами то есть частично то есть как передними так и задними то есть соответственно если он работает на максимальной грузоподъемности нужно по максимуму опорный контур выдвигать то есть и передние опоры и поворачивать и выдвигать и задние выдвигать на полный, если грузоподъемность неполная, либо где-то в стесненных условиях, соответственно опоры полностью выдвинуть нельзя, он работает с неполностью выдвинутым опорным контуром в чем здесь еще хитрость и особенность, если опорный контур выдвинут не полностью значит в самом компьютере, который стоит в кабине оператора значит оператор может это дело зафиксировать, то есть выбрать один из вариантов опорного контура и компьютер уже понимает, то есть какими грузами может работать крановая установка, чтобы сохранять свою устойчивость то есть вот, ну наверное то, что касается опорного контура рассказал, теперь второй момент интересный значит этот кран может работать с различными противовесами, в базовой комплектации идет противовес на одну тонну, вот он его видно, значит максимальное количество противовесов по моему тонн 12, 12 или 13 тонн максимальное количество противовесов, они наборные, они набираются для того, чтобы противовес закрепить на стреле крановая установка вся разворачивается вот здесь вот видно гидроцилиндры подъема и опускания противовесов то есть они опускаются, цепляется противовес подтягивается, и вот в эти отверстия значит, пальцами противовес фиксируется для чего вообще противовес нужен? противовес позволяет когда кран работает на максимальных вылетах он значит позволяет оптимизировать вот эти грузовысотные характеристики на максимальных вылетах То есть когда кран работает с гуськом или просто крановая установка работает на максимальных вылетах, противовесы позволяют поднимать больше груз, ну нежели работы без противовеса. То есть это вот такой интересный момент. Причем гидроцилиндры здесь расположены на самой стреле в задней части. Значит если мы с тобой смотрели по-моему Клинцы и Легалич, там гидроцилиндры подъема противовесов располагались на платформе. Ну в данном случае, я так понимаю, такое решение крановый завод смог применить, то есть у них оставался запас по весу и расположив здесь гидроцилиндры, они как бы дополнительно нагрузили ну вот эту часть, часть колонны и ну как бы оптимизировали грузовысотные характеристики таким образом. Не сильно, но тем не менее оптимизировали. Ну то есть надо во-первых понимать, что эта крановая установка, она в любом случае по осям не проходит. То есть эти краны, они либо работают где-то на объекте, либо если они ездят, то ездят либо по спецразрешению по дорогам общего пользования, либо в сопровождении знакомого сотрудника госавтоинспекции, который может договориться, каким-то образом договориться, и крановая установка пройдет мимо весового комплекса. Экрановый завод, он трактует, что у них стрела овоидного типа, хотя ну здесь стрела просто гнутая, многоохранный гиб идет, вот стали применяются здесь импортные, то есть и на самой стреловой установке импортной стали, и на надрамнике здесь применяется импортной стали, то есть наше отечественное 0.9 ГДВС уже с теми характеристиками, которые требуются от этой конструкции, они не справляются. Поэтому завод уходит на импортной стали. Вот, из интересного, значит, знаю я, что Челябинец строит свою современную покрасочную камеру, но мы неоднократно шутили по этому поводу, да? Как-то мы с тобой даже лазили, у нас краска на руках оставалась, помнишь, кран серебристый был? Да. Вот, но, видимо, руководство завода все равно, ну, движется вправо, правильно. Я сначала хотел сказать, что, видимо, посмотрели наш ролик, потом решил, что сильно много нам будет чести, да, что люди сами прекрасно понимают, что хорошо, что плохо, и, соответственно, ну, доводят свое оборудование до совершенства. Здесь один цилиндр расположен внутри стрелы, очень длинный цилиндр, длинноходовой цилиндр, или как длинноходовый, как правильно сказать, и система полиспасов примерно, ну, по такому же типу, как, допустим, на тех же манипуляторах у нас тросовые манипуляторы, то есть принцип примерно такой же, только там, по-моему, два цилиндра, здесь вообще один цилиндр, то есть все стрелы здесь выдвигаются одновременно. Вот, значит, собственно, сами гидроцилиндры и опорный контур, вот этот шестерня, плюс подшипники, они импортного производства. Ну, какого именно импортного производства, в принципе, я точно говорить, ну, вернее, я точно не знаю, поэтому говорить не имею права, но импортного. Вот, кабину они делают сами, значит, что из интересного, также у нас в Челябинске находится предприятие, которое изготавливает вот эту автоматику, все приборы безопасности для, значит, кранового завода. Значит, удобно у них сделана лесенка. Надо сейчас кабину открыть. Просто недавно делал обзор про китайский кран, мне ребята рассказали, оказывается, вот с этим, с этой лесенкой, с Челябинским крановым заводом, связана история. Я не знаю, насколько это правда, но, значит, говорят, что конструктор упал отсюда и сломал ногу. И после этого он сделал лесенку. Ну, то есть удобно. Она действительно удобная, то есть вот все, она практически зафиксировалась, то есть не телепается. Одно время, значит, китайские кабины покупал завод для своих кранов. В принципе, неплохие кабины были, но, я так понимаю, просто ушли на наши кабины, потому что они дешевле в производстве получаются. Так, ну, слушай, или ключ не тот. Ну, тут вот один кто-то загнул уже, вот видишь, до меня пытался открыть. Сейчас мы с тобой тоже загнем. Смотри, здесь есть стеклоочиститель вверху и здесь есть стеклоочиститель. Хотя, вообще, наверное, на автокране такой грузоподъемности 50 тонн, то есть это уже не дешевая установка, да, наверное, должна быть наклонная кабина. Потому что при работе где-то наверху кранощик вот примерно, наверное, вот в таком положении должен сидеть. Либо вот через это окно смотреть, ну, что тоже может быть не совсем удобно, потому что тут... Ну, видишь, как бы, все равно площадь остекления не такая. Ну, хотя это все, наверное, при гирке. Ну, справедливости ради надо заметить, что у именитых кранов кабина наклоняется. То есть для удобства работы крановщика. Посмотрите, здесь расположены грузовысотные... диаграммы с грузовысотными характеристиками. То есть характеристики работы с противовесом однотонно, характеристики работы без противовеса. Вот, кстати, варианты опорных контуров, о чем мы с самого начала говорили. То есть получается 5 вариантов, что ли? Один вариант, второй вариант, третий, четвертый, пятый. А, нет, четыре контура, да, четыре контура, а здесь показано, что, значит, зона работы 360 градусов. Задние лапы максимально выдвигаются до контура 6-750, передние лапы 7-550, и между ними максимальное расстояние 7-780. То есть хоть тут и рычаги, тут вот он, гибкие тросики идут к рычагам, то бишь уже, как таковой, совсем жесткой связи, тягами не было. Раньше, я помню, тяги уходили, по-моему, под кабину, и сзади кабины располагался гидрораспределитель, собственно, который крановая установка уже управляет. Сейчас тросики. Если они сделали тросики, тогда смысл таких мощных рычагов. Ну, опять вот, вот видишь, я вот это вот. Ну, как бы тоже, не знаю. Это, наверное, свободный ход. Управление краном здесь удобно сделано, но сзади, кстати, как вот в одном из обзоров я делал на китайский кран. Там управление сзади, чем удобно. Оператор слева-справа, то есть он видит опоры, видит, куда он опоры выдвигает, куда он их опускает. Допустим, на 25-тоннике у Галинча, у Клинцов, там управление опорным контуром, ящик находится с одной стороны. Оператору приходится постоянно бегать на другую сторону. То есть одну из опор ему не видно. Ну, распорядитель, он видит, что он под болтами стоит. То есть вот он стоит, очевидно, здесь. Ну, судя по всему, да, все тросики идут туда. То есть здесь присутствуют как, ну, подкладки деревянные, также здесь есть набор вот из таких дополнительных брусков, которые, то есть сначала их рекомендуется положить, чтобы площадь опоры была больше, потом уже подпорные площадки. Потому что кран тяжелый, усилие давления большое, видимо, такого недостаточно. И вот, получается, вот такие брусочки еще. То есть они длинные, наверное, по метру. Укладываются сначала они, потом накладка традиционная, и потом уже металлический подпятник. Ну, кстати, вот он сбоку висит, то есть его видно. Тоже он зафиксирован, чтобы от тряски, то есть вот он на крючках. И чтобы он не убежал, я вон там вижу булавку, чтобы он при тряске не потерялся. Давай закрываем. Очень рад за челябинец. Хочу, чтобы они как можно быстрее запустили свою покрасочную камеру. Установлен трехходовой кран управления, переключение гидропотока на, соответственно, гидроцилиндры, опускание, поднятие противовеса. Вот, а вот в этом ящике, не упади только, Оль. Да, в этом давай откроем. В этом супер ящике, собственно, стоит распределитель управления опорным контуром. Вот его видно. То есть, в принципе, это лучше, чем сбоку. То есть оператор вот так посмотрел, ну и с той стороны посмотрел, ему все видно. Ну вот тут, смотри, старый советский выключатель. С этим, я помню, в детстве у меня такие же были. Вот здесь вот фосфор, они в темноте светились. Ну, трехходовой кран. То есть у наших, получается, автокранов вся схема реализована через трехходовые краны. То есть, единый поток идет гидравлический, либо его можно переключить либо на опоры, либо на крановую установку, либо на противовес. То есть, получается, в тот момент, когда ты переключил на, ну, выполнение конкретной функции, допустим, управление опорами, у тебя крановая установка не работает. Но это даже и неплохо. То есть, в некоторых случаях это, в принципе, безопасность. То есть, пока опоры не выдвинул, крановая установка у тебя никто не заработал. Ну, допустим, у некоторых китайцев управление может осуществляться без трехходового крана. То есть, здесь само по себе, там само по себе. В принципе, наверное, это неправильно. Ну, вот такой ящик с уплотнением. У тебя непонятно, чего они так старались с уплотнением, когда тут еще куча дырок. Ну, то есть, как бы особого смысла в этом уплотняющем элементе я не вижу. Когда был в Хабаровске, ну, вот, кто торгует кранами, ребят признают, что Челябинец 25 тонн из наших отечественных кранов самый, как бы, как они выразились, доработанный. Вот. Ну, тут можно задать вопрос нашим подписчикам, у кого есть свежие краны Челябинец, пишите в комментариях. То есть, у кого какие отзывы. Ну, и сравнение. То есть, у нас на сегодняшний день три марки. То есть, Галич, Клинцы, Челябинец. Ну, Иванова начала. Как бы, относительно недавно снова ожила. Ну, тоже ее про них тоже пишите. Значит, не сказал сразу. Вот, фиксаторы, получается, выдвижение опор. То есть, пальцы фиксирующие. То есть, когда опоры, чтобы они на ходу не выдвинулись во время движения, они фиксируются. Вот. Ну, наверное, во время работы допускаю, что тоже фиксируются, кстати, но вот это в инструкции по безопасности, по эксплуатации надо почитать. В инструкции по эксплуатации. У манипулятора идет фиксация и в разложенном состоянии. Кстати, у крана, я этого не знаю. В разложенном состоянии надо фиксировать или нет. Или там достаточно гидравлики. Здесь дополнительная крюковая подвеска присутствует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь сколько? Четверт. Ага. Ну, то есть, вот здесь с тремя полиспасами крюковая подвеска. Если посмотреть, тут их три на самом крюке, на том крюке шесть. В верхнем оголовке, соответственно, тоже шесть. То есть, при работе, значит, крана с максимальными грузами вешается вот тот дополнительный крюк и, собственно, кран поднимает максимально груза, но перепасовка у него получается уже в два раза больше и, соответственно, поднятие, опускание груза происходит медленнее, но груз получается больше. Можно поднимать. Хотя, вот, судя по крюкам, я смотрю, крюки-то одинаковые. Не, наверное, я наврал. То есть, просто скорость меняется. Ну, по идее, грузоподъемность должна подниматься. Так ведь? Давай вопрос подписчикам зададим. Вот. То есть, здесь три ролика, там шесть. Крюки по размерам, ну, внешне смотришь, они одинаковые. То есть, можно с этим крюком поднимать 50 тонн или нельзя? Ну, понятно, что это где-то прям под собой, рядышком. Знаешь, я что заметила? Что заметила? Помнишь, я все время говорю, ну, почему нержавейку глянцевую-то не оставили? А вон оставили. Или это просто сверху? Где? Ну, вот это. Покажи. Или это не нержавейка? Это нержавейка. Ты помнишь, я все время говорила, что красят, красят ее? А зачем красят? Так же тоже присоединяются. Ну, вот, вот, видишь, здесь заполировано как. Ну, это, во-первых, сама нержавейка блестящая. То есть, бочка не из нержавейки? Просто там лицовка вот эта? Нет, бочка тоже из нержавейки, но там внутри стоит пищевая нержавейка, здесь, возможно, стоит и не пищевая. Но здесь, вот видишь, ее полировали, вот ее видно, переход. Дополнительно, очень много работы по полировке. проще закрасить и все. По времени дешевле получается, если закрасить. Ну, сделали, конечно. Ты с крана на бочку перевела, разговор, тут уже рассказывать нечего? Не, не знаю, я просто заметила, пока тебя там снимала. Ну, поехали тогда на обед. Как в зеркало. На обед поехали. Поехали. В общем, что я забыл рассказать, пишите в комментариях. Где я ошибся, поправляйте. И подписывайтесь на наш канал. Обязательно. Конечно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok